Это что за гигантская коробка? Ааа, это посылка. Чур я ее открываю, чур я. Нет, я буду ее первой открывать. Нет, я хочу открыть. Отстань, вообще ее Аня будет открывать. Вот именно надо Аню поскорее позвать. О, какая она огромная. А ты в курсе вообще, что сегодня на канале Мэджи Фэмили вышло видео, где Миша училась плавать и утонула топором, как топор? Тише, Алис, ну что ты начинаешь опять, а? Ну что ты начинаешь вечно, а? Но Юми с Софией ей точно там трэш устроили вообще. Да, у меня был урок плавания сегодня на канале Мэджи Фэмили. И ничего мы там не устраивали, трэш, ну разве что немножко потрэшили, да, ладно, не буду говорить. Короче, сходишь и посмотришь на канал Мэджи Фэмили, понял? Это был трэш, я точно тебе говорю. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. Ну что, пушистики, вы звали меня? Да, да, Ань, смотри, какая гигантская посылка. Эта коробка больше нас размером. И правда такая большая, что вы в нее все поместитесь. Ань, ну давай скорее ее откроем. Тут написано, что она пришла из Санкт-Петербурга от... Да там, наверное, будет письмо от кого. Ну да, скорее всего. Так, сейчас, Алиска, давай слазь, я хочу открыть крышку. А я хочу эту коробку себе. Ну, ты потом ее заберешь, сейчас-то слезь, а то же я не открою. Вечно меня гоните. Ну что, ну что, ну что там? Сейчас узнаем, спокойно, Софи. Нам что, бумагу подарили? Да нет же, Эйва, ну это специально, видимо, чтобы подарок мне не болтался. Не надо мне бумагу пихать, я коробку хочу, дом. Кисалис, ты фокусник, ты уже тут как тут, не успела я отвернуться. Какая большая и тяжелая и красивая коробочка была внутри. Коробка в коробке. Вон там написано от кого? От Лизы Зубаревой и... Сони Тошпаковой, Толмаковой, Топа... Толпаковой. Аня и ее питомцам. Простите, фамилию не могу прочитать. А все, а все, коробочка занята. Вообще-то, кроме тебя она никому и не нужна была, Кисалис. Как это? Как это? Ох, как же интересно, что внутри. Давайте развяжем бантик и посмотрим. Надеюсь, там будут подарочки для меня. Кисалис, а как же коробка? Ты так хотела, ты так просила. Да он тоже хороший подарок. Отстаньте, прайкалисты нашлись. О, сколько тут подарков. Похоже, тут для всех что-нибудь найдется. Да, уж давно нам таких больших подарков не присылали. Ну что, там есть подарок для меня? Мы еще не успели посмотреть. Ну вот, например, дельфинчик. О, это же дельфинчик из Икеи. Да? А я думала, там только акулы. Оказывается, там есть еще и дельфинчики. Только они серые. А вот мячик для кого-то. Для кого интересно? Мячики, это мое, тюрьмой. Тогда акула моя, моя будет акула, акула. Юмичу, это, это дельфин, а не акула. Да не важно, все равно мое. А я мячик потерял. Потому что ты толстый и под диван залезть не можешь. Я не толстый, Киса Алиса. Толстый, толстый. О, О, Ань, смотри, там слайм есть. Да, видимо, девчонки тоже любят ваши распаковки слаймов. Сейчас посмотрим, что тут за лизунчик. Фиолетовенький. Ну как он? Аккуратней, Софи, только не лежи, как вы обычно это делаете. Сейчас я его достану из баночки. По-моему, здоровый. Юмичу, ты имеешь в виду неиспорченный? Да, похоже, слаймик действительно очень хорошенький, немаленький такой. Классно растягивается, довольно большой. В нем очень много блесток, и он сиреневого цвета. По-моему, это баттер слайм, так ведь? Ань, а попробуй похрустеть. Ага, Мишань, он слегка похрустывает. Ну что ж, отличный слаймик. Ань, по-моему, тут еще один есть. Так, сейчас посмотрим, ага. На нем написано Magic Family Slime. Сейчас я его открою. Оу, пахнет вкусно. Да, пахнет, пахнет ягодками. Даже не думайте, что это съедобное. Ой, тут еще в слайме какая-то бутылочка. Наверное, это размягчитель. Может быть, Мишка. А сам слайм такого цвета, не знаю, как он называется. В общем, очень яркий, внутри у него пенопластинки. Он более мягкий, чем предыдущий. Хорошо растягивается. Короче, классненький. Ого, ого, у меня все руки покрасились им. Он еще и руки красит. Ой-ой-ой, ну ладно, пойду помою руки. Если там не будет подарка для меня, я обижусь. Ой, Аня, смотри, а тут какие-то вкусняшки есть? Вкусняшки какие-то есть? Может, откроем? А Мишке лишь бы что-нибудь кушать. Нет, вкусняшки эти для меня. В общем, это какие-то карамельные трубочки человеческие для двуногих. Так что вам такое нельзя. Жалко. Надеюсь, там есть вкусняшки для нас. А это кто тут такой милый? Это на Кис-Алису похоже. Кис-Алис, ребята говорят, что этот зверек похож на тебя. Не, правда, ничего не похожа. Это вообще белка. Я не белка. Я кота-монстр. Может, это твой подарок? Нет, хочу другое что-нибудь. Я не маленькая в игрушки играть. О, может, это покемон? Ну-ка, ну-ка, что ты там нашла, Юмичук? Ты хотела покемона, потому что ты покемон. Но это пчелка. Очень милая, желтенькая кошелечек. Ань, ты вот Кис-Алису с Юми в школу гонишь. Это вы гоните, а не я. Ну, неважно, по-моему, это тебе. Туда пора вернуться, потому что ты забыла склонение. Да я случайно так сказала. Очень-очень интересно, что это за кулёк. Да, я заметила, Софи, что тебе очень интересно, что тут. Это какое-то... Ой. А, напугала, ну что ты за рукожопа? Я не знаю, что со мной не так. Это какая-то мягкая ткань, обёрнутая красивой лентой. А внутри у неё... Сейчас посмотрим, что. О, смотрите. Кис-Алис, может, это твой подарок? Как ты относишься к пледикам? Да что ты надо мной издеваешься, что ли, а? Обычно ты любишь где-нибудь прятаться. Хочу подарок. А в этом белом пледике, обёрнутом ленточкой, была вот такая вот красивая золотая коробочка с бантиком. А внутри что это? Только не говори, что это ручки. Юми, ты права, это очень классный набор ручек. Рисовать? Нет, Юми, в школу ходить с ними. Вот именно. А, в школу это ручки для школы, да? Не-не-не, спасибо, не надо. Придётся. Киса Алиса, смотри, какие ручки с блёстками, в каком красивом чехле. Это тебе для вашей школы с Юмичу. Только не школа, нет. Тогда моя чё, жёлтая, как у Пикачу? Как, скажешь, Юмичу. Держи, забирай. Крутяк, спасибо. Не хочу в школу. Ай. Кажется, тут для нас вкусняшки всё-таки тоже есть. Угу, давайте посмотрим. Похоже, вы правы. И похоже, не только для вас, но и для киски Алиски тоже. Ань, там на киске на Алискиной пачке что-то есть. На Алискиной пачке? А-а-а, пёрышко павлина. Можно с ней играть. А я всё слышу, там для меня что-то есть. Ребят, ну если честно, у меня к вам серьёзный разговор. Давайте вот эти вот две пачечки лакомств, которые нам подарили, отправим собачкам в приют нуждающимся. Потому что у вас лакомств много, и тем более вы такие лакомства этой фирмы не едите, а едите другие. Вот я вам даже дам, чтобы вы не расстраивались. Да, конечно. Им нужнее. Киса Алиска, тебе целую пачку лакомств подарили, но я тебе столько не дам. Ну хоть немножко, хоть какая-то радость, весна, обделяете меня. Киса Алиска, по-моему, у тебя сегодня что-то не то с настроением. Уж больно ты ворчишь много. Конечно, чуть что-то, так это у меня с настроением что-то не то, ага. Киса Алиса, поделись вкусняшкой. Юми, она же кошачья. Ну и что, ну поделись. Ничего тебе, не дам, Покемон, иди отсюда. Не поделюсь я с тобой. Ну, вот жадина-то какая. А Киса Алиса, жадина, говори, ну... Юмичу. А чё, чё, чё это? Это линейка жёлтенькая, как ты любишь, в школу будешь с ней ходить. Ой, опять школа. Да, Покемон в школу ходить не хочет, линейка классная, мягкая. Ага, а вот это что за интересная такая баночка? Может, это слайм? Она ещё и сламинка. Ага, как сумочка. Вы не представляете, знаете, что это такое? Это антисептик, представляете, в такой вот бутылочке. Вот это класс, полезная штука и прикольная. Ань, тут похоже, тут похоже целый кулёк денег. Чё, серьёзно? И правда, целый мешок с запиской. Ничего себе. Аня, давай прочитаем, что в записке написано. У меня на улице гуляла бездомная собачка. Я не могла ничего поделать, я пыталась, но у меня не получилось. Я потратила все свои карманные деньги. Это в приют. Вау, вот это она молодец. Передадим это пёсикам и котикам в приют, да? Конечно, мы всегда так делаем, когда нам кто-нибудь из мэджиков посылает деньги. Спасибо, крутяк. Согласна, такой поступок заслуживает лайка. Так, а вот, а вот это вот, вот это вот что за штучка такая прикольная? В этой упаковке какие-то квадратики, а на них нарисованы единороги. Закончил пораньше все дела, лёг спать вовремя, выспался, никуда не опоздал. Закончил пораньше все дела, лёг спать вовремя. Смешно. Может, это магниты? Или, может, это закладки? А может, 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 это стикеры? А может быть, это что-нибудь удобное? А может, это подарок для меня? Не только ж вкусняшки мне подарили. Вы не поверите, ребят, но Мишка была права, это шоколадный набор будни единорога, молочный шоколад. Уж простите, но вам такое нельзя. Вечно нам ничего нельзя. Ань, а что вот в этой упаковке? Вот скажи, кисалит, вечно вам нельзя, да? Юмичу, ты мне там ещё поварчи, вечно вам нельзя. Конечно, вам нельзя человеческий шоколад, а? Я же не просто так вам это запрещаю, а потому что у вас могут быть проблемы со здоровьем. Ну чё, ну чё, 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 чё такое, Ань? Ух ты, кажется, это блокнот, но он очень необычный, точнее, обложка у него необычная с единорогом, и там внутри блёстки. А блокнотик внутри классненький, в клеточку со всякими рисуночками, короче, прикольный. Аня, ты его потряси. Хорошо, сейчас, Миш, попробую. А, я поняла, блёсточки там плавают, то есть внутри этой обложки вода, жидкость какая-то. Сразу видно, что Аня давно в магазин не ходила. Ну, ну и что? А это чё там за мороженое? Может, это мне подарок? Ты про какое мороженое, Киса Алиса? Про вот это? Это вообще-то записка, в которой написано. Передай, пожалуйста, привет моей подруге Соне, Том Лаковой, наверное. И ещё моей сестрёнке Кате. Приветик вам, девчонки. Да я про эту другую мороженку. А, ты про эту, Киса Алиса? У меня вообще нет подарка. Можно мне её съесть? Софи, мне кажется, у тебя не получится её съесть. А, она не съедобная? Ну ты чё, это же вы любите антистресситься. Можно я попробую её съесть? Да это же сквиши. А, и мне же бы что-нибудь скушать. Ой, Миш, кто бы говорил? Вот мне кажется, что можно скушать. Это, наверное, какой-нибудь йогурт. А, нет, это ночная маска и интенсивное восстановление. Извините. А вот это, похоже, чьи-то портреты. Ань, по-моему, это ты. Я, да? А, похоже на меня? Эм, ну, как сказать, а... Ну, похоже или нет? Просто не хочется ни тебя обидеть, ни художника. Понятно. Да ладно вам, чё, классно нарисовано. И, наверное, правда, похоже. Кстати, про художников. Смотрите, какие тут две классные ручки. Одна в виде рыбки и цветной хвостиком, а другая просто чёрная. Это снова скорее про школу, а не про художников. Юмичу, какую выбираешь? Пусть кисалису выберет. Конечно же рыбий хвост, конечно же рыбятина. Хотя, хотя можно обе? Потом с Юмью в школе решите. Ну-ка, ну-ка, Ивась, ты кое-то на чём стоишь. Ого, полный самоучитель рисования. Ничего себе, целая книга, чтобы научиться рисовать. Круто. Ань, а давай погадаем на книге. Как, как это? Открой любую случайную страницу. И какое тебе животное попадётся, это будешь ты. Типа, какое я животное? Я поняла. Открываю любую страницу, и я... Эм, эм, страус? И... Или ёжик? Ты ёжик. Нет же, страус вот так ходит лапкой так. Это смешнее. Пусть она будет страус. Смирись, Аня, ты страус. Ладно, я страус. Ты вот так вот прикольно ходишь, так лапкой делаешь. Вот так вот, вот так вот. А, ясно. Школу, школу, линейки есть, аучки есть, чё угодно есть, а писать-то в чём? А вот как раз для тебя, киса Алиса, тут есть и блокнотик, причём с радужными страничками. Очень классный, с лисичкой и резиночкой. Тогда мне вот этот блокнот с ламингосом, с жидкостью, блёвками. Ой, сами разбирайтесь, а? На самом деле, я просто хотела спирить киски на лискины вкусняшки. Ох, Юмичу. Классный блокнотик. Что, вкусняшки мои? Вот покемон я тебе дам. Так, я ходила в туалет, ну что там ещё? Тут ещё был список всех подарков. Наш портрет напечатанный, все вместе и фоточки. Эйвен, ты стоишь на чьём-то лице. Да, извините. А вы видите, что у девчонок на руках? Да, это же мэджик-браслеты, нитки наших цветов. Класс. Так, кажется, у моего нового дома сломается сейчас крыша, надо срочно эвакуироваться. Спасибо большое за посылку. Хотите, ребят, ещё распаковок? Ставьте лайк. А теперь идите смотрите на канал Мэджик Фэмили ролик про то, как Мишка училась плавать. Потому что Софи с Юми ей устроили там трэш. Эйвен, ты мне на голову наступил? Ничего не трэш. Трэш, трэш. Мы всего лишь трэш. Вообще полный трэш ей там устроили. В общем, идите на канал Мэджик Фэмили и смотрите, как я училась плавать. Пожалуйста. Увидимся скоро.